Сочинение Евгения Боротынского Эта запись-лебрифокс является общественным достоянием. Евгений Боротынский, стихи 1827 года Она Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, Что говорит мне с чувствами, с душой, Есть что-то в ней над сердцем самовластней, земной любви и прелести земной. Как сладкое душе воспоминание, как милый свет родной звезды твоей, Какое-то влечет очарование, кия ногам и под защиту к ней. Когда ты с ней мечты твоей неясной, неясной у владычицы она, Не мыслишь ты, и только лишь прекрасной присутствуем душа твоя полна. Придешь ли ты дорогою возвратной, с ней разлучаясь в пустынный угол твой, Ты полон весь мечтою необъятной, ты полон весь таинственной тоской. На некрасивую виньетку, представляющую автора за письменным столом и под для него истину. Он точно, он бесспорно, фиглярен журналист, Морающий задорно свой оглашенный лист. А это что за дура? Ведь истина ей-ей. Давно ли его конура знакома стала ей? На чепуху и в раке чутьем наведена, Занятием мараки мешать пришла она. Прости, мой милый, так создать меня умела власть Господня. Люблю до завтра отлагать, что сделать надо бы на сегодня. Последняя смерть Есть бытие, но именем каким его назвать, Ни сон оно, ни бденье, Меж них оно и в человеке им С безумием граничит разуменье. Он в полноте понятия своего, А между тем, как волны на него, Одни других мятежней, Своенравней, Видения бегут со всех сторон, Как будто бы своей отчизне давной Стихийному смятенью отдан он. Но иногда, Мечтой воспламененный, Он видит свет, Другим неоткровенный. Создание ли болезненной мечты, Или дерзкого ума соображения, Во глубине полночной темноты, Представшая очам моим виденье, Не ведаю, Но предо мной тогда Раскрылись и грядущие года, События вставали, развивались, Волнуюсь, подобно облакам, И полными эпохами являлись, От времени до времени очам. И, наконец, я видел без покрова Последнюю судьбу всего живого. Сначала мир явил мне дивный сад, Везде искусств, обилие приметы, Близвесь и весь, И подле града град, Везде дворцы, театры, водометы, Везде народ и хитрый свой закон, Стихи и все признать заставил он. Уж он морей мятежные паучины На островах искусственных селил, Он рассекал небесные равнины По прихоти им вымышленных крил. Все на земле движением дышало, Все на земле как будто ликовало. Исчезнули бесплодные года, Оратые по воле призывали Ветра, дожди, жары и холода, И верою старицей воздавали Посевы им, И хищный зверь исчез Во тьме лесов и в высоте небес, И в бездне вод сраженный человеком, И царствовал повсюду светлый мир. Вот мыслил я, Прилщенный дивным веком, Вот разума великолепный пир, Врагам его и в стыд, и в поученье, Вот до чего достигло просвещение. Прошли века, Яснить о чем моим Видение другое начинало, Что человек, Что вновь открыто им. Я гордо мнил, И что же мне предстало? Наставшую эпоху я с трудом Постигнуть мог смутившимся умом, Глаза мои людей не узнавали, Привыкшие к обилию дольних благ, На все они спокойные взирали, Что суеты рождало в их отцах, Что мысли их, Что страсти их бывало, Влечением всесильным увлекало. Желания земные позабыв, Чуждаяся их грубого влечения, Душевных снов, Высоких снов призыв, Им заменил другие побуждения, И в полное владение свое Фантазия взяла их бытие, И умственной природе уступила Телесная природа между них. Их в эмпире и в хаос уносила Живая мысль на крыльях своих, Но по земле с трудом они ступали, И браки их бесплодно пребывали. Прошли века, И тут моим очам Явилась ужасная картина, Ходила смерть по суше, По водам, Свершалась из живущего судьбина. Где люди, где Сокрылись в гробах, Как древние столпы на рубежах, Последние семейства истлевали, В развалинах стояли города, По пажетям заглохнувшим блуждали, Беспастыри безумные стада, С людьми для них исчезло пропитание, Не слышалось их гладное влияние, И тишина глубокая во след Задумчиво повсюду воцарилась, И в дикую порфиру древних лет Державная природа облачилась. Величествен и грустен был позор Пустынных вод, лесов, долин и гор, По-прежнему животворя природу, На небосклон светило дня взошло, Но на земле ничто его восходу Произнести привета не могло. Один туман над ней, Синее вился, И жертвою чистительной дымился. Мара Судьбой наложенные цепи Упали с рук моих, И вновь я вижу вас, родные степи, Моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, Степного воздуха струи, На вас я в неге бездыханной Остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще Лес на покате двух холмов, И скромный дом в садовой чаще, Приют младенческих годов. Промчалось ты, золотое время, С тех пор по свету я бродил, И наблюдал людское племя, И, наблюдая, воскорбил. Ко благо пылкое стремление От неба было мне дано, Но обрело ли разделенье, Но принесло ли плод оно? Я братьев знал, но сны младые Соединили нас на миг, Далече странствуют иные, И в мире нет уже других. Я твой родимая Дуброва, Но от насильственных судьбин Молить хранительного крова К тебе пришел я не один, Привел под сень твою святую, Я соучастницу в мольбах, Мою супругу молодую, С младенцем тихим на руках. Пускай, пускай в глуши смиренный, С ней милый, Быт мой утоя, Других урочищей вселенной Не буду помнить бытия. Пускай я свите не тоскуя, Предав забвению людей, Кумиры сердца берегуя, Одни, одни в любви моей. Конец стихов 1827 года. Читала Ксениум 5, Санкт-Петербург, Март 2015.